Продолжение следует... На одномерной прямоугольной галой глубиной равной вот этой галой уровну минус 3n. Значит, коэффициент отрошения по мощности оказался равным 9,25. R925. Продолжение следует... То есть, чему равна минимальная длина? Вот. Значит, единицы... Единицы явно на уровне... Минимальная. Я это подчеркиваю с минимальной значения. Ну, тут есть некое указание, которое обличает отрешение этой задачи. Ну, кто хотел добавить семинары, эту задачу я вам решил. Наверное. Я так должен. Я его против. Воспользоваться известным в оптике условием, что есть некая подсказка, что при отражении волны атомтически более плотной среды, фаза отраженной волны меняется на львы. Напитка. Напитка. Почему она попала? Фаза волны меняется на львы. Ну, то есть, так же, как вот в оптике живет. Смотри. Что в оптике творится? Значит, вот у вас в оптике, что пошло? Волна. Значит, где она... Вот здесь она меняет свою фазу, отраженную непосредственно отсюда. Меняет, потому что n больше единицы. Меняет свою фазу на пи. Вот это нужно помнить. А преображение от оптических мнения плотности вот здесь, не меняет своей фазой. Поэтому возникает та самая ползленная волна, прям пополам, которая набегает вот здесь, когда вы рассматриваете в оптике эту самую интерференцию. Просто вам напоминаю. Здесь ситуация та же самая. Дело в том, что оказывается, и мы сейчас это увидим, что, казалось бы, вот это очень странно. Но ничего странного нет. Эта яма является собой оптически более плотную среду для волновой функции. Как-то странно. А вот тот торчок, который вам в студентке показывают, он является оптически менее плотной средой. Понимаете? Поэтому здесь сказано, что дополнительно, значит, при отражении, значит, фаза на пи. Я просто напоминаю. Это условие. Она должна измениться на пи. Итак, решаем эту задачу. Значит, что у нас есть? Ну, вот эта первая область, это ноль. И сам. Это вторая область. А это третья область. Итак, тем не менее, волна вот эта, частицы летят с энергии выше. И тем не менее, оказывая, что попавшим на эту границу, на эту барьеру, конечно же, будет отражение. Потому что это оптически более плотный среда. Часть частиц проднёт, но часть отразится. Вот, чем дело. Поэтому, как записать эти условия? Ну, как же нужно написать, понятное дело, уравнение шрейфов? Ну, как мы его пишем? Минус, я сразу написал, и Кученко всё, наверное, написал. Минус аж, когда одна, два, три, си, два штриха. Здесь что? Плюс, опси, а вот равно нулю, вот для первой области. На пси, ноль на пси. Равно е. Отсюда сразу видно, что у нас получается колебательного характера головой, ну, варсантовой пробке. Си два штриха. Плюс, что там у нас получается? Два м е поделить на наш квадратик в си. Здесь ноль. Вот это обычно обозначается как х в квадрат. В данном случае. Вот, такое волновое число. Ну, вот здесь я его обозначу как ноль. К в левой. Вот для волны сюда бежим. То есть, итак, у нас есть камниевое обозначение. Два м е. На второй области, что совершенно, я не буду выписывать эту раппи, но оно совершенно понятно. Область 2. Это область 1. Область 1 и 3. Сижу я на комсомольском собрании. А раньше такие убогие-убогие, столы были, стулья страшные. Ну, и меня посадили в пресидиуме. Вот, ВРТ, это было РТ-шное собрание, но я в куче используюсь. Вот. Ну, я там был, капсорг, и меня туда посадили. Ну, сижу, качаюсь, на стуке. И вот, лично, так вот, руку, ну, представляете, как бы был у вас брок. Такое развлечение. Я тоже был в ваших штатах. Нет, а почему? 2 равно 2 на территорию кубка в квадрате. Что там написано? 2M. E-U на H квадрате. Понимается вот его абсолютное значение? Так вы, надеюсь, понимаете. H квадрате. То есть, если мы сейчас, я сюда, в хозяйство подставим, это K продолжаем. Ну, что у нас получится? E-4, допустим, 4. Слушайте, E0, минус 3, 0, минус минус 3, это 4. То есть, получается, 4K0 квадрат. Вот здесь по условию задачи вы просто подставляете. То есть, K отношение, K, 0 равно 2. А это-то и есть относительный показатель преломления. Понятно? Видите? Поэтому я и говорю, это я обосновал, почему у меня показатель преломления над ямой в два раза выше показатель преломления ВАП. Значит, страшинцам ничего этого не нужно, надо просто одну видеть. Вот. Двойка получилась. То есть, N равна больше 1, и действительно, надо написать, чему-то не знаю. Сейчас мы видим, без особых проблем. Крецент отражения у нас по этому будет минус корень из Л. Вот откуда я добываю? Это минус. Именно потому, что N больше 1. Тогда дополнительная паза дается нам говорить о том, что крецент отражения по амплитуде отрицательного. Конечно, это можно получить, и что называется, живьем. Это сделал вам Стас. Где? Вот. Ну, это вам, наоборот, я понимаю, сделано. Я не буду сейчас в ситуации. То есть, это есть минус 3, 5. Дальше мы решаем задачу. Это коэффициент отражения. Отражение по амплитуде уже. Мы решаем. Все один. Волновая функция в первой области. Это есть. Ну, падающую волну считаем с единичной амплитудой. Единица на Е в степени ИК0Х плюс R на Е в степени минус ИК0Х. Это отраженная волна, которая движется на Е. Это направо со знаком вверх. А здесь минус. Так, все два. Волновая функция вот здесь. Это есть А какая-то на Е в степени ИК0Х уже. Плюс В на Е в степени минус ИКХ. Это все внутри второй области. У нас константы, соответствующие А и В, неизвестные мне пока что. Это амплитуды этих областей, которые идут справа и лево. Но возникает такая суперпозиция. И, наконец, в СИ-3, где есть дырянка, в центре прохождения, на Е в степени ИК0Х, а там только одиночная волна, то, что осталось для нее. Значит, дальше, как вас и учили, надо выполнить граничные условия на стык, вот знаете, двух стык. Здесь-то первая и вторая область, и вторая и третья. Давайте это напишем. Итак, припих равных нулю. Припих равных нулю, у нас получится следующее. Единица в плюс Р равного А плюс В. А единица в минус Р. Это уже производная версия. А тут я вижу. И приправлём тоже. Это есть К поделить на крабовая. А минус В. Что это значит? То есть 2А минус В. Я сразу как-то учитываю. Ну, между прочим, отсюда, у нас в конце можно из этого сделать следующее. Единица минус три пятых равно А плюс В. Как мы видим. То есть равно 2 пятых. Я решаю просто вот эту задачу. Дальше. Единица в плюс три пятых. Учитывая знак, конечно. Есть 2 начинок. А минус В. Ну, и равно, соответственно, восемь пятых. Ну, из этих уравнений я нахожу, потому что А равняется три пятых. А В равняется процент тех, как это отражение, соответствующих или прохождение, есть минус 1 пятых. Вот. В этой задачке я нашёл эти коэффициенты. Но это ещё не всё. Потому что у нас есть ещё вторая граница. И на второй границе также нужно всё гладить и состыковать. Третью область со второй. Значит, три х, ну, где предписать. Вот здесь. 3 х, равном 2. Что у меня получится? А на е в степени икл. Плюс В на е в степени минус икл. Разница 2 на е в степени икл. Ну, опять-таки, АВ я знаю, можно было сразу числа написать. Производная А на е в степени икл минус В на е в степени минус икл. Здесь, соответственно, к0 поделить на к на тр. Цель прохождения на е в степени икл. Ну, вот. Эта система даст... Её как-то надо решать. Как её решают? Посмотрите. Обозначим е в степени икл за некую сетку. Вот обозначение. Видите? Вот. Как только эту сет, у меня получается в правительственном уравнении для этой величины. Ну, давайте я его вот здесь и решаю. Вот здесь. Вот. Ну, это осталось просто чистая репетика. Точки её дали степени иначе. И вот тут ничего особенного и нет. Получается Аз плюс В поделить на z делить на Аз минус В поделить на z есть k поделить на к 0 которая есть двойная. То есть вот при просто несложненьких таких преобразований я хочу сказать вот так 3z в квадрате минус 1 поделить на 3z в квадрате плюс 1 есть 2. Вот отсюда следует. Отсюда совершенно ясно, что 3z в квадрате плюс 3 равно 0. а значит z в квадрате есть минус 1 ну со всеми вытекающими то есть отсюда z это есть плюс-минус i ну с этим будем общаться вполне уменьшить то есть e в степени i, k, l это есть плюс-минус i или плюс-минус e в степени опять плюс-минус i b по поламу отсюда сделаем простой вывод что k l минимальная есть b по поламу опять безимус у k а поскольку k это есть 2pi на лябда то l минимальная это есть t выделить на k а k это 2pi на лябда 2pi на лябда остается лябда на 4 вот такой ответ для архивальной лябда 4pi 4pi ну вот это такие задачи так так